Евгений Мураев, я немножко прикладное хочу объяснить. Смотрите, вот если посчитать ВВП нашей страны и поделить ее на 365 дней, то один день это чуть меньше 400 миллионов долларов. Если перевести это на бюджет, это где-то 120 миллионов долларов доходов бюджета. То есть каждый выходной это минус из доходов бюджета, которые могут быть направлены на зарплаты, пенсии, дороги, медицину, в общем, на любую статью расходов. Поэтому вы говорите, где политика, я вам объясню, где. В углублении раскола. То, чем занималась власть Порошенко все пять лет. В углублении. Потому что, да, действительно есть вопрос, когда праздновать, 7 или 25? Чему раскол? Я еще раз объясняю. Все, что делал Порошенко, было направлено на разделение людей. Не на объединение страны, несмотря на картинки в углах телеэкранов. А именно на разделение. На поражение в правах людей. Послушайте, вы закладываете базис, благодаря которому страна лоб не пошла. Поясните мне, вы хотите 7, а я, например, хочу 25. Ларис, я боюсь, вы не поймете моих аргументов. Я даже не хочу тратить время. Я вас привітаю. Пане Ларису, справа в том, что вы не представник державы в данном случае. Раскол в чем? Это тот человек, который другими. Способами, да, пытается манипулировать общественным созданием. Такое же туление горбатого до стены это называется. Лариса, я боюсь, вы аргументы не поймете и не примете. Поэтому я больше даже обращаюсь к зрителям, чтобы они понимали, что происходит. Зачем это? Я могу еще один прикладный пример. Вот сегодня, да, у меня тоже обратились рабочие на заводе. У нас в одну дату день народжения, а у меня в другую дату день народжения. У нас разные даты дня народжения. Раскол есть? Ларис, я вам за Ивана, вы за Петра. Я все-таки закончу. Вот пришли сотрудники и тоже говорят, у нас заказы, у нас экспорт. Там, у нас срываем, мы не выдаем объемы. Мы завтра работаем или нет? Завтра, ну, то бишь сегодня. Да, сегодня не банковский день. Не работают государственные учреждения. Ничего, вы почекаете, я замовляла кухню в Италии. У вас не держание, скажите, я вас ни разу не перебил. В Италии есть резвяне свята, в Европе есть резвяне свята. Все знают, если замовляют какие-то товары в Европе, то на резвяне святам не будет. Поняла, Ларисе, все, ей надо говорить. Ничего, почекаем. Могу в аргументе, давайте так. Так вот, на сегодняшний день банально в технологической линии поломался один станок. Хотя вышло на заводе работать 190 человек. Купить запчасть невозможно, потому что не работают предприятия, невозможно осуществить банковскую оплату, но это маленькие примеры жизни. Теперь они будут работать, соответственно, в понедельник в две смены, чтобы не подвести контрагентов. Но у Ларисы день рождения в другой день от меня, с чем я ее и поздравляю. Да, почула.